Журналисты с перестроечные годы воспринимались как герои. Ходили слухи, что якобы из останки на какой-то специальный кабель проложен, чтобы была возможность нажать какую-то чудо-кнопку и мешать на машину это остановить. У нас президентом стал просто тракторист из низов. Человек сделал такую карьеру, он стал президентом самой большой страны в мире. Гнал. Я однажды в одном из городов просто на ходу экспромтом придумал такую фишку, что Гагарин жив. С такого часа можно было привезти и 300, и 500 рублей. И при том, что во взгляде, допустим, гонорар был 40 рублей на всех выпускающих. Но мы знаем, что некоторые люди покупают целые квартиры, чтобы складировать туда наличные деньги. Как выяснилось, в общем-то, народную любовь можно конвертировать в ту самую икру. А обратно, кстати, пока ни у кого не получилось. Нравятся интересные и познавательные ролики? Тогда подписывайтесь на Лекторий Достоевский. Только самое важное и увлекательное. Приятного просмотра. Приветствую вас. Меня зовут Евгений Додовик. Я журналист и медиа-идеолог. И сегодня мы с вами поговорим о том, как медиа-отрасль развивалась с момента развала Советского Союза и по нашей цензуре. Цензура в советское время существовала официально. То есть это не были какие-то там телефонные права, разборки. Просто существовал так называемый главлит. Для того, чтобы в печать отправился номер газеты или журналы, нужна была так называемая виза. То есть специально обученные люди сидели в кабинетах, читали полосы, отписки и ставили там печать и подпись, что это можно в свет, это можно отправлять в типографию. То же самое существовало на телевидении. Тракты существовали не только и не только для профессионального фильтра, но в том числе и для идеологического. Ходили слухи, что якобы из останки на какой-то специальный кабель проложен один на Луганку, то есть в Комитет государственной безопасности, а второй на Старую площадь. То есть в ведомство идеологическое, в какой-нибудь отдел ЦК КПСС, получается, что там существует какой-то такой зазор 5-7 секундный, чтобы можно в случае чего, потому что большинство проектов, они прямились, что называется, то есть они были в прямом эфире, чтобы была возможность там нажать какую-то чудо-кнопку, решает он машину, это остановить. И когда меня пригласили в эту молодежную редакцию, это мой первый телевизионный опыт, он сразу был опытом прямого эфира, самой популярной на тот момент передачи «Стране». Более того, она там вошла в «Единство» как самая смотрибельная передача, потому что ее фактически смотрела вся страна, больше нечего было смотреть. Сейчас пересматривать очень смешно эти выпуски, потому что они очень наивные, очень такие медленные, тягучие. И если, допустим, советское кино, оно в те годы было на уровне, на мировом уровне, те продукты, которые были произведены, их можно сейчас смотреть с удовольствием, то телевизионные передачи, хотя, казалось бы, это очень смежные отрасли телевидения и кинематографа, то телевизионные передачи той поры смотреть, ну, за исключением каких-то нескольких сюжетов, невозможно. Вот просто можно с интересом слушать какие-то интервью спикеров, людей, которые там живут вечно, ну, типа какого-нибудь, я не знаю, Валерия Леонтьева. Так вот, когда я пришел на телек, находясь в тот момент под запретом, потому что, повторю, не только институт цензуры существовал как таковой, но и были всякие вот системы сдержек и противовесов, она в медиаотрасли существовала. То есть, в общем, там как бы либеральный проект пробивал себе дорогу, красный проект на наших глазах рушился, чему, допустим, я был рад, совершенно не понимая последствий в целом полностью. То есть, естественно, ту систему, так называемую АКС, административную команду системы, надо было разрушить, но то, что разрушилась страна, конечно, во-первых, никто к этому не был готов, и я не думал, что прям все этого хотели. Хотя какие-то люди, крупные игроки, которые двигали вот нами, ну, как пешки были на этой шахматной доске в этой большой игре, они, наверное, кто-то понимал, я не знаю. Допустим, Эдуард Михайлович Сагалаев, который в результате стал медиа-магнатом, миллионером, наверное, он прикидывал и вот видел этот вектор развития медиаотрасли. Я, как и многие, надеюсь, что я не был таким единственным вообще наивным, глупым мальчишкой. Я думаю, что очень многие тоже совершенно не понимали, мы сражались, там, как нам казалось, с красным драконом, совершенно не понимаешь, что впереди нас ждет лазь зеленой жабы. Это, кстати, не мой образ, это у Пелевина в Ахуле написано. Отсылаю желающих ознакомиться с этими образами. Я совершенно искренне считал, что я борюсь с системой, со злом, что это империя злая. Вот там, где-то есть прекрасный мир, где джинсы, жвачка, мир дружба, Голливуд и рок-н-ролл. Потому запреты-таки были, были в том числе и на музыку, были запреты, и на кинопроизведения, на литературные произведения. Абсолютно тупые, они, собственно, как я считаю, эти запреты и разрушили, собственно, эту систему, а не рок-музыка и программа «Взгляд», как некоторые пишут. Вот эти два фактора, на самом деле, подкосили Советскую империю. Так вот, я к чему все это веду? Что я просто с изумлением обнаружил, что нет никаких кабелей вот этих, и что вот ты находишься в прямом эфире, у тебя вот эта аудитория, много миллионов, и ты фактически можешь сейчас сказать все, что угодно. Меня это, собственно говоря, потрясло. На телевизор пустили людей непрофессиональных, потому что я не был профессиональным телевизионщиком, во-первых. Во-вторых, пустили людей непрофессиональных в смысле той же дикции или владения лексическим багажом. То есть вот пришли, на самом деле, непрофессиональные телевизионщики, что и обеспечило успех очень многих проектов, потому что потребитель велся. Зритель прикалывал, на самом деле, что есть люди, которые вот как люди, то есть они не сидят в сорочке, в галстуке, не говорят толстым голосом какие-то правильные вещи, фонетически безупречные. А что они с какими-то вот такими дефектами? Я помню, что из моих коллег самым профессиональным был Александр Михайлович Любимов. У него огромная была такая... У него скорость речи была фантастическая, потому что он радищик. И фактура. Так вот, раз приходили письма в молодежку, и были претензии к нему, как позже были, к Тине Кандилаки, что очень быстро человек говорит, и слишком грамотно это раздражало. Ну, помимо того, что мы вели эфиры там в этих толстовках так называемых, у него были рукава закатывания, по-моему, как у всех. Он первый просто начал, и там были добрые такие письма, что вот тому, который рукава закатывает, руки по это самое место и отрубится. Так что Любовь народная, она была такая с разными оттенками, скажем так. Но была. Вот реально была. Я помню, когда мы с тем же Любимовым и с нашим товарищем Костей Эрнстом, который тогда был биолог, а сейчас он телевизионный гуру, когда мы, отдыхая в Нигитском ботаническом саду, потому что родитель Кости Эрнста, Лев Эрнстом, был вице-президентом сельхозакадемии. И там у сельхозакадемии был вот такой вот в Крыму, в Нигитском ботаническом саду такой пансионат. Мы пришли через лес по так называемой тропе Косыгина в санаторий Айданит, в санаторий ЦК КПСФ, где отдыхал как раз в тот момент, среди прочих, Эдуард Михайлович Сагалай, глава молодежки, который как раз в тот момент переходил на программу «Время» кладить информационным вещанием «Гостей Леран». То есть фактически все телевидение, потому что я опять же напомню, что каналов фактически не было. Канал фактически был... Юридически их было много, но фактически, в общем-то, было один. Тот же Невзоров, помянутый, работал на областном телевидении. Это было Ленинградское областное телевидение с вещанием на Ленинградской области, еще на какие-то соседние регионы. Но песня, опять же, совсем не о том. И мы сидели с Агалаевым там пили пиво на набережной этого ЦКовского санатория. И Саша, Александр Михайлович Любимов, начал троллить, что вот вы здесь в роскоши. Икра, балык, массаж, специальные вдоль моря такие спальни, куда бы это не номера были, а просто вот, чтобы люди могли спать под шум прибоя, мешать морским воздухом. На что Саша Галаяев с присущим уровнем, говорю, ну, у вас же народная любовь, все любят, за все надо платить. У нас икра, спальни и бабки, а у вас народная любовь. Но, как выяснилось, в общем-то, народную любовь можно конвертировать в ту самую икру. А обратно, кстати, пока ни у кого не получилось. добрый день друзья это фрагмент из моей как бы лекции я говорю лекции потому что это записано для лектория есть такое приложение лекторий достоевский вот там где-то час каких-то моих вспоминалок про медийку 90-х позднюю перестроечную движуху собственно это немножечко похоже на то что я рассказывал в подкасте из линейки летописи конца времен на первом канале да я певец одной песни вот это вот все медийка конец 80-х начало 90-х ссылка на полную лекцию то есть на файл будет оставлено в описании пока пока она при капитализме работает не так как можно как нам казалось советском союзе вот это печатаем это не печатаем это выпускаем это не выпускаем потому что вот это мы считаем это плохо когда коммунистическая цензура она была абсолютно правильная вот абсолютно правильная просто получалось что государство гражданам относится как бы детям малым она сразу говорит вот это тебе с мы фильмы с убийствами какими-то там вот какого-нибудь ганнибала лектора там людоедов насильников сельском союзе такого просто не было вам это не надо совершенно правильно с одной стороны правда когда советский союз кончился и мы оказались перед всем этим разину форты не 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 способны отличить повидло от другой коричневой субстанции сожрали все отравились заболели с горем пополам приходим в себя вот как вы формулируете этот тип нынешний тип запретов черных список каким бы словом вы это охарактеризовали то что происходит или охарактеризовали бы напрямую как цензура ну я бы сказал что это циничное двулечие вот так вот например да можно это охарактеризовать в личный цинизм вот этот цинизм который пронизывает все поры нашей политики вот и и медиа в том числе и конечно и медиа и может быть прежде всего медиа или не прежде всего но вся политика наша пронизана цинизмом вот это то что я не принимаю в современной политики в начале заключается так конкретно решив видимо что торжественная очередь мавзолею не должна быть единственной в нашей стране перестроечное политбюро истребило виноградники кстати доблестные борцы зеленым змеем резво устранили из нашего рациона и напитки и закуски по-своему выполнив одновременно продовольственную программу и указ о борьбе с пьянством и алкоголизм я просто могу за что сказать что у нас просто народ стал такой жизни больше пить самой похмельной ошибкой перестроечного периода нашей истории признана антиалкогольная компания чьи вдохновители егор кузьмич и михаил сергеевич уже отдыхает от трудов правильных они оба и егор кузьмич лягачок и михаил сергеевич соломенцев не были похожи последовательными марксистами если бы вожди переразвитого социализма внимательно штудировали мемуары и письма классиков марксизма ленинизма они несомненно обнаружили бы то их учителя были вполне лояльны к спиртному цитирую письмо энгельса марксу от 7 августа 1865 года тот день когда рукопись будет отослана я напьюсь самым немилосердным образом отложу этот только в том случае если ты приедешь сюда на следующий день и мы сможем проделать это вместе что касается владимир ильича ленина то на пятом съезде рсдрп в лондоне 1907 году для всей его компании была организована снова цитата доставка бутербродов и пиво целыми корзинами здания церкви где проходили эти заседания в годы эмиграции открылся достойный внимание советских антиалкогольных обществ факт что из всех доступных сортов пива вошь пролетариата более всего ценил жигулевская и баварская еще один документ первые годы кремле жили очень скромно 1919 году я писал троцкий случайно узнал что в кооперативе совнаркома есть кавказское вино и предложил его изъять ибо торговли спиртными напитками тогда была запрещена если до фронта дойдут слухи что в кремле пьянствуют сказал я ленину это оставит плохое впечатление третьим в нашем разговоре был сталин а как мы он спросил огорченый обойдемся без вина но видите ленин тогда что тебя присоединился они без вина никак не могут они не могут а мы обходимся добрый вечер александр любимов вы смотрите взгляд наш телефон как всегда 217 45 03 на ваши вопросы отвечают члены группы сопричастность знаете в наш век стало модным различные отмежевания расколы и мы решили пойти в разрез этой традиции сегодня представляем вам плод творческой интеграции двух фирм взгляда и vpto видеофильм госкино ссср программа наши о мифах о символах о том что нас окружает всегда это программа о людях которые волею судеб или так сказать каким-то случайности стали в глазах общественного мнения этими самыми символами символами сексуальной революции символами анти перестроечных сил или протекционизма ну чего символов у нас хватает со мной сегодня работает журналист евгений додор что на земле не проходит бесследно и юность ушедшая все же бессмертна как молоды мы были как молоды мы были как искренно любили как верили в себя а а а а